И он такой, убери это от меня, я вообще бюджетный и не хочу знаться с этими люксовыми снобами. Всем привет! Я знаю, что вы очень любите бюджетные находки, постоянно просите меня делать видео на какие-то доступные бренды, ну и, конечно же, ваше желание для меня закон. Так что встречайте котячий рис! Если вы не поняли о чем я, то я говорю о бренде Катрис, и название этого бренда для меня навсегда испорчено после просмотра видео Тати. Там, по-моему, ее муж Джеймс прочитал название бренда как Катрис, то есть рис для котов, и все, моя жизнь теперь никогда не будет прежней. Ну ладно, мы сегодня с вами будем говорить не о названии, а о новой летней коллекции 2019 года. Все, что я хочу показать, сегодня будет у меня на лице, поэтому вы сможете в действии на это все посмотреть. Давайте, наверное, к этой части видео сейчас и перейдем. Как видите, я уже начала макияж верхнего глаза. Что я не понял? Хорошо, хоть не сказала третьего глаза. Так вот, что я хотела сказать, это то, что я уже начала макияж на верхнем веке и остановилась, потому что первая новинка это жидкая подводка в форме фломастера, которая называется It's Easy Black Liner. В принципе, ничего особенного сказать об этой подводке не могу, помимо того, что это самое, что не на есть, классическая подводка с фетровым аппликатором. Если вы не впервые на моем канале, вы знаете, что на данный момент это не мой любимый формат, потому что сейчас уже и бюджетные бренды стали выпускать вот такой формат именно с ворсовым аппликатором. А если вы делаете стрелки просто на голое веко, то окей, может быть, тогда этот аппликатор прослужит дольше, но если вы это делаете поверх теней, то он начинает пачкаться и, в общем-то, аппликатор становится все суше и суше и суше. Похоже на суши, аж захотелось. Вот я сейчас буду наносить, поэтому смотрите сами, насколько вас устраивает тот результат, который вы видите. И если бы я выбирала, я бы, скорее всего, выбрала бы подводку L'Oreal или NYX, но они ровно в два раза дороже, а может даже еще дороже, в зависимости от магазина, где вы будете покупать. Следующий на очереди у меня консилер, и вот это как раз достаточно интересный продукт. Его можно использовать не только как консилер, об этом чуть позже расскажу, значит, называется он One Drop Coverage Weightless Concealer. У меня это оттенок 005 Light Natural, и формат у него довольно странный, то есть формат у него точно такой же, как у тональной основы HD, да, с такой вот пипеточкой. И сначала кажется, ну, что-то странненькое такое, да. Я, кстати, себе тут немножечко выдавила. И уникальность его заключается в том, что это, по сути, чистый пигмент, то есть он действительно очень круто перекрывает, и его можно использовать далеко не просто как консилер. И, кстати, вот когда начинаешь его растушевывать, я, кстати, в последнее время стала опять фанатом растушевки консилера пальцем. Знаете, так вернулось в год 2010-2012, когда все все растушевывали пальцами, потому что ни у кого вообще ничего не было. Его можно использовать точно так же, как аналогичное средство от Cover FX, которое стоит гораздо более дорого, капли, которые добавляют покрытие. То есть, если у вас есть тональная основа, и вам хотелось бы, ну, чуть-чуть слегка побольше покрытия, чтобы она давала, или, может быть, вы проснулись с утра, посмотрели на себя в зеркало, поняли, что это статус помидор, и вам нужно перекрыть эту красноту немножко побольше, тогда вот буквально капельку добавляете в вашу тональную основу, размешиваете это все вместе, и таким образом вы получаете более плотное покрытие от уже ваших существующих тональных основ. И, кстати, если полагаться на распечатку, которая идет вместе с пиар-рассылкой по поводу всех этих продуктов, то здесь в составе должна быть гиалуроновая кислота. Ой, сейчас чихну. Как я и сказала, можно не закреплять, но я закреплять буду, потому что у меня есть чем. Это тоже новинка от Catrice, называется Glow Illusion. И вообще, когда я ее только увидела, мне сразу так понравился цвет, потому что это светло-светло-персиковый оттенок, и я подумала, ммм, под глазами прям будет шикарно, потому что такие оттенки обычно очень освежают зону под глазами, но потом с этой пудрой у меня случился облом, потому что я увидела описание Translucent Radiance, то есть прозрачное сияние, и я поняла, что этого оттенка я так и не увижу под глазами, это скорее просто будет такой сияющий финиш, и в принципе так и есть. Единственный проблем с этой пудрой, ее прям нереально оттуда вытрусить, потому что дирочки тут очень маленькие, и ничего не трусится. Вон, я уже тут как дятел долбила, а вот это все, что высыпалось. Пудру под глаза я люблю наносить спонжем, который мне уже не жалко, которому уже впору вообще пойти на переработку. Ну и по поводу этой пудры особо добавить нечего, в принципе неплохая пудра. Я сейчас быстренько что-то соображу на нижнем веке, и вернусь к вам, покажу достаточно интересную тушь. Так, сразу скажу, что на номинацию макияж года я не претендую, я просто хотела как можно больше оттенков из палетки попробовать, и в общем-то, ну короче, не спрашивайте. Что касается туши, то у меня есть очень-очень-очень-очень-очень интересный кандидат, и мне прям интересно, что будет через 6 недель. У этой туши в составе есть ингредиенты, которые заставят ваши ресницы расти лучше, больше, дальше, гуще. Через 6 недель у вас должны в 2 раза сильнее расти ресницы, и у них должно быть на 54% больше объема без туши. Ну, помечтать-то можно. Я просто обожаю такие щеточки, потому что они словно созданы для таких ресничушечек, как у меня. У меня прям получается прокрашивать каждую ресничку от начала до конца. Прям действительно от роста ресниц до самых кончиков. Для съемки видео мне однозначно хочется еще уголки наклеить, накладных ресниц, но для повседневной жизни, мне кажется, этого более чем достаточно. Я сейчас отодвинула на второй план абсолютно все свои туши, поэтому если вдруг у меня через 6 недель ресницы прям до бровей будут, то вы знаете, в чем дело. Мне кажется, это видео получается таким, как американские горки. Я показываю что-то классное, потом что-то ужасное, потом что-то классное, что-то ужасное. Так вот, раз тушь мне понравилась, сейчас перейдем к тому, что мне не понравилось. И как раз это следующий шаг в макияже. И это штука, которая называется One Minute Face Perfector. То есть это такой себе улучшитель лица за одну минуту. Прям улучшитель 5000 спешите купить. По факту это вот такая вот муссовая консистенция. Это праймер, который должен выравнивать текстуру лица, сглаживать какие-то морщины, поры, что-то, какие-то несовершенства. В общем-то то, чего у меня на лице полно. И здесь, вы знаете, мне это напомнило в вашей комментарии. Например, эта тональная основа подчеркнула даже те шелушения, которых у меня не было. И я такая, ага, да, да, да. А сама типа что? Но вот с этой штукой я испытала на себе действительно вот этот эффект. И я, когда первый раз попользовалась, я подумала, что, ну, это мой косяк. Надо сделать хороший пилинг на лице. В общем-то, сделала я пилинг на лице. И вот прям так хорошо рассмотрела, чтобы нигде никакая не ошмёточка не висела. Наношу опять этот праймер и просто поражаюсь тому, насколько ужасно выглядит моя кожа. Как видите, консистенция такая вот муссовая. Такое впечатление, что это пудинг такой не совсем застывший. Я возьму совсем чуть-чуть и начну наносить на нос. Потому что здесь у меня больше всего расширенных пор. И немножко спущусь вот на вот эту вот зону. И вот, кстати, сегодня, да, он ложится неплохо на кожу и действительно сглаживает текстуру. Но если вы где-то пропустили шелушинку, всё. И ещё если он в брови попадёт, это тоже, блин, жесть. Но если вы думали, что на этом со странными праймерами мы закончили, нет, приготовьте, сейчас будет вторая порция. Я не знаю, насколько это новый праймер. Вот здесь у меня в брошюрке его нет, я его заказывала отдельно. Это праймер, который называется Light Correcting Serum Primer. И у него оттенок Sunlight. И это, как видите, вот что-то такое бронзовенькое, симпатичненькое. Возможно, это праймер не для светлых тонов кожи. Я это вполне допускаю. Потому что оттенок у него, ну, скажем так, откровенно бронзовый. Вот, видите, то есть когда его наносишь и растушевываешь, получается прям такой конкретно желтовато-оранжевый эффект. Я сначала решила, что я хочу быть бронзовой богиней и нанесла это прям на всё лицо. Но потом я поняла, что между бронзовой богиней и бронзовой статуей богини есть некая разница. А я реально больше напоминала вот эти вот живые статуи. А я сейчас вот слегка его продемонстрирую вам для того, чтобы опять-таки просто показать, что получается. Ну, вот как бы я еле-еле нанесла. Ну, знаете, могла я не наносить. Если нанесу больше, сделаю себе только хуже. Ну, ладно, давайте ещё вот сюда. Что касается бронзера, то у меня тоже достаточно странный продукт. Это Bouncy Bronzer Caribbean Vibes. Это тоже вот такой вот желейный продукт, который, ну, опять-таки, немножко странноватый. Я, в принципе, предполагаю, что это, так как это вообще в целом летняя коллекция, вот это классно будет выглядеть на очень загорелой бронзовой коже, либо, опять-таки, на средних тёмных тонах кожи. Но если нанести вот это на белоснежную кожу или на белоснежный тон, то вы просто получите бронзовые пятна у себя на лице. И я понимаю, что для того, чтобы это смотрелось прилично, мне нужно использовать тон, который будет темнее, чем настоящий тон моей кожи. И так как у нас с вами сейчас очень бюджетное видео, то я достала из своей коллекции Artvisage устойчивый. Это 203 номер. По-моему, это самый тёмный. Нет, может, я ошибаюсь. Ну, короче, 203 точно темнее, чем я сейчас. Так вот, вернёмся к нашему бронзеру. Приготовьтесь узреть бронзовую богиню. Немножечко, немножечко совсем набираю на кисть. Потом это растушевываю изначально на руке для того, чтобы тоже распределить. Понимаете, о чём я, да? И теперь начинаю остатками, остатками просто проходиться по лицу. И очень быстро растушевывать, потому что этот продукт ещё и усаживается достаточно быстро. И вот, по-моему, я уже не успела. Мне кажется ли, это всё-таки выглядит каким-то пятном? Я сейчас попытаюсь, конечно, это всё реанимировать. Oh my god! Mayday! Mayday! Abort mission! Короче, я, судя по всему, переборщила. То, чего я боялась сделать. И, в общем-то, я это всё к чему? Что если у вас соответствующий тон кожи, то есть достаточно тёмный, значительно темнее, чем у меня, то тогда вам, возможно, это понравится, потому что это действительно будет подсвечивать, будет создаваться такой бронзово-хайлайтовый эффект. И это вот в летнее время, и где-нибудь вечером, при каком-то искусственном красивом освещении. Опа-опа! Бронзовая богиня, только что сшедшаяся лимпа. Ну, вот просто в повседневной жизни, ну, жестянка и всё. А теперь о хорошем. У Catrice в этой коллекции также вышел новый хайлайтер. И вот этот меня, кстати, очень порадовал, потому что, наконец-то, оттенок не странный. Потому что у них то какой-то розовый, с переливом фиолетовый. А вот этот именно такой по-настоящему золотистый, красивенький. Он мне чем-то напомнил мой любимый L'Oreal Glow Mon Amour. Единственное, этот более деликатный. То есть, если вас прям конкретно напрягает, что L'Oreal такой более видимый эффект создаёт, то вот этот создаст менее видимый эффект, но при этом всё равно красиво будет смотреться. Он немножко более золотой, и если прям к нему придолбаться, то всё равно у него есть такой немножко странноватый перелив. Под определённым углом он отдаёт каким-то вот таким вот, как у меня на веке, оливковым оттенком. Продуктами для лица мы закончили. У меня здесь ещё осталось пару новинок для губ, которые я вам хочу показать. Но перед этим давайте я закончу полностью макияж. И я хочу начать с вот этой вот. Она называется Power Plumping Gel Lipstick. И она интересная, скажем так. И вот здесь вот в бумажке написано, что это среднее покрытие. И в целом это помада с гиалуроновой кислотой для того, чтобы увлажнять ваши губы. На мой взгляд, это блеск в твёрдом формате. Вот посмотрите, я когда наношу, ну вот еле-еле оттенок переносится. Если ты понимаешь, что ты покупаешь, то тебе понравится. Потому что это действительно скорее, ну вот как я и сказала, блеск в твёрдом формате. Если вам не нравится вот эта вот вся история с кисточками, там жидкостями и так далее, то вот это может быть хорошей альтернативой. Я вот как-то нанесла эту помаду, валялась на диване в выходной день. И, короче, решила заселфиться на телефон. Там как раз так свет красиво падал из окна. И вот там на фотке выглядело реально красиво. Ну здесь ещё совсем слегка заслуга фильтра на андроиде. Но ладно, этот момент мы упустим. Всё равно красиво было. Следом хочу вам показать в действии блеск для губ. Он называется Generation Plump and Shine. У меня это оттенок 70-й Nude Sapphire. Аромат тоже очень вкусный, сладкий. Вот такой вот какой-то конфетный. Блеск достаточно густой. Не всем это понравится. Если вы любите такие очень лёгкие гелевые текстуры, то вот это не этот вариант. Но при этом он и более липкий. Из этого держится на губах лучше. То есть я даже могу вот сейчас вот выпить кофе. И да, видите, он немножко отпечатался. Но, тем не менее, на губах у меня всё равно остаётся куча этого блеска. Давайте я вам сейчас покажу обе эти помады ещё. Первый оттенок, который я буду наносить, это 80-й Pillow Fight. Вот этот такой, как приглушённая роза, наверное. Вот какой-то такой оттенок. Сама по себе эта помада очень приятная. И знаете, в чём её фишка? Она достаточно сильно высыхает на губах для того, чтобы выглядеть матовой, а не глянцевой. Но в то же время недостаточно сильно пересыхает, чтобы пересушивать губы и делать эффект куриной жопки. То есть у неё такой, как лёгкий пудровый финиш получается. Но в то же время, вот когда я вот так вот делаю, я прям чувствую, как всё равно двигается крем у меня на губах. За счёт этого мы жертвуем стойкостью, потому что вот я сейчас с другой стороны отопью свой кофеёк. Видите, она отпечатывается гораздо сильнее, но при этом она и гораздо более комфортная на губах. И как видите, оттенок у меня остался. То есть что-то там отпечаталось. Но, тем не менее, на губах всё равно порядок. И последний оттенок на сегодня, с которым я уже останусь до конца видео, это номер 50 Danger Lips. Тёмно-шоколадно-вишнёвый, вот что-то такое. Ну или скорее это как оттенок тёмной пыльной розы. Если вам понравилось это видео, обязательно поставьте ему палец вверх, так как это очень развивает мой канал. Если вы ещё не подписаны, подписывайтесь. Это можно сделать, нажав на круглую иконку вот здесь вот. И YouTube сейчас предлагает другие мои видео. Если вы их не смотрели, обязательно посмотрите. А если вы их уже смотрели, то мы с вами встретимся в моём новом выпуске через несколько дней.